Я очень хочу представить вам гостю, который находится сегодня в нашей студии. Знакомьтесь, Людмила Валерьевна Раюшкина, врач-гастроэнтеролог больницы скорой медицинской помощи. Здравствуйте, Людмила Валерьевна. Здравствуйте. Как ваше настроение? Все хорошо. Замечательно. Вот мы пригласили, ну кого нам еще можно было сегодня пригласить, кроме врача-гастроэнтеролога, на тему, в общем-то, перехода на здоровое питание. Мы отмечаем сегодня Всемирный день от отказа излишеств в питании. Вообще, вот хотелось бы первым делом, знаете, определить, мы все для себя, каждый сам для себя строит понятие здоровое питание. А вообще, с точки зрения медицинской, что это значит? Здоровое питание или рациональное питание, это то питание, которое мы должны использовать только к здоровому человеку для того, чтобы поддержать работоспособность здорового человека, быть здоровым, красивым, хорошо себя чувствовать, не иметь проблем с кожей, не иметь проблем с лишним весом. Потому что, в принципе, ученые всего мира обеспокоены проблемой ожирения. Кушаем много, двигаемся мало. Ожирение нас рано или поздно приводит к таким серьезным заболеваниям, как сахарный диабет, как ишемическая болезнь сердца, как инсульт. Таким образом, снижается продолжительность жизни человека, снижается качество жизни человека, просто развивается инвалидность, что пагубно отражается на дальнейшем существованием нас. Вот интересно. И получается, что с первого вопроса мы же сразу узнаем, что, оказывается, желать всем направо и налево переходить на здоровое питание тоже нельзя? Нельзя. Существует граница. То есть, есть рациональное питание, которое должны употреблять здоровые люди, а есть диет питание. Диет питанием занимаются обычно уже врачи узких специальностей. Это применительно к тем лицам, которые имеют уже проблемы со здоровьем. Пусть это будет проблема почек, там проблема желудочно-кишечного тракта и так далее. В диет питании идет ограничение определенных видов и типов продуктов на определенное время. То есть, на период или острой атаки заболевания, или на период обострения хронического заболевания. При сбалансированном питании эти рамки не учитываются. Значит, получается, очень целесообразно будет, если человек, который решил вдруг перейти на здоровое питание, и сесть на какую-то диету, и знает, что у него есть какие-то неполадки со здоровьем, то есть, всю эту процедуру проделать через врача, скажем. Только через врача. Если это здоровый человек, вы обращаетесь к диетологам. Если у вас проблемы со здоровьем, тогда уже к терапевту. А терапевт отправляет к узким специалистам, и решается вопрос, где этот пациент будет лечиться у кого. Ясно. Ну и все-таки мы сегодня говорим о здоровом питании, значит, в отношении здоровых людей, скажем так. Вот принцип дробного питания. В чем он заключается, и насколько врачи, в том числе и врачи-гастроэнтерологи, диетологи, в общем-то, считают, что в нем достаточно много плюсов? Дробное питание, оно тоже входит в рамки рационального питания. Это питание полноценное по количеству белков, жиров, углеводов. Колораж учитывается пищей. Вообще колораж пищи рассчитывается из того, сколько человек тратит энергии в сутки. Если, допустим, вы тратите в среднем 1200 килокалорий в сутки, это причем тот человек, который занимается неактивным физическим трудом, он столько должен и восполнить получаемой пищей. Что касаемо количества белков, жиров и углеводов, расчет идет из отношения 1-1 к 4. Ну, сейчас существует такой простой мнемонический метод. Вы тарелку делите на три части. Вот две трети тарелки должны составлять углеводы, а одну часть делится на жиры и на белки. То есть природой не так все плохо придумано. Здоровый человек должен получать все необходимые ингредиенты с питанием. И белки, и жиры, и углеводы, и минеральные вещества, и аминокислоты, и жирорастворимые витамины. Все должно быть, но все должно быть в меру. Замечательно. Ну вот первые признаки, какие могут быть того, что с организмом что-то не в порядке. Потому что многие люди говорят, пока живу, ем, ем все, что хочу. Вот хочу, да, я есть, ел и буду есть. Вот как говорят так. Но рано или поздно желудок все равно выдаст свою ноту протеста. Правильно? Согласна. Если издеваться вот таким образом над ним. В чем будут проявляться вот эти недовольства? Ну, это обычно гастрожалобы. Это наши жалобы. Обычно наши пациенты, когда вот приходят к нам, говорят, что вот, знаете, доктор, испытываю чувство тяжести, как покушаю. Вроде съел немножко, там 200 грамм, 150, а такое ощущение, что съел корову. Это первый признак того, что есть проблема пищеварения. Либо это проблема желудка, либо проблема поджелудочной железы. Уже не касаемо более серьезных заболеваний. То есть чувство переедания. Да. Мы рекомендуем обычно в таких ситуациях, ну, помимо того, чтобы посетить врача, лучше не доесть. Вот однократный прием пищи на взрослого человека здорового должен быть не более 200 грамм. Стать полуголодным. Потом можно будет в процесе доедать. Пусть это будет легкая перекуска, но это будет более безопасно для работы желудочно-кишечного тракта. Другими симптомами могут быть периодически беспокоящая изжога, отрыжка воздухом, отрыжка тухлым. Это более грозный симптом считается вздутие живота и нарушение стула. Это может быть как запор, так и жидкий стул. Замечательно. Ну, прям позитивно, я бы сказала. А вот что касается летних напитков. Вот мы говорим сейчас, действительно уже наступило лето, все и календарное тоже. И мне кажется, ну, очень негуманно не воспользоваться сезоном овощей и фруктов, когда действительно можно перейти на более щадящий режим питания. А что касается вот напитков, ведь это же включает в себя очень большое количество потреблений за все лето, газировки. Если посчитать, сколько люди ее пьют за лето, даже, наверное, цифра получается просто огромная. Вообще, вы знаете, когда мы говорим о правильном питании, да, мы говорим всегда о еде, но мы забываем говорить о количестве употребляемой жидкости. Здоровый человек, мужчина, должен в сутки употреблять летом, особенно, до трех литров обычной воды. Это не из-под крана, естественно, вода, это кипяченая вода, это минеральная вода без газа, но исключаются полностью газированные, крашеные напитки. Это уже не жидкость, это краска, это вред здоровью. Что касается женщин, летом мы рекомендуем до двух литров употреблять жидкости. Вода нужна для нормального функционирования клеток. Нет воды, есть обезвоживание, есть проблемы с работой не только желудочно-кишечного тракта, прежде всего сердечно-сосудистой системы. Поэтому вода в нашем рационе должна быть. Что касаемо летних напитков, мы их не приветствуем, мы противники данных напитков. Колы, спрайт и так далее. Хотите пить, пейте воду, пейте зелёный чай. Чёрный чай, если нет противопоказаний, пожалуйста, употребляйте. Но полезными качествами чисто чёрный чай не обладает, поэтому предпочтение давать зелёным чаям. А можно делать какие-то настойки? Если нет противопоказаний, настойки разрешаются, но коротким курсом. Не более, скажем, 10 дней. А что врачи-гастроэнтерологи могут сказать в отношении такого продукта питания? Я вот именно подчёркиваю, продукт питания, потому что летом очень много мороженым заменяют себе люди и ужин, и обед, и, в общем-то, перекусы какие-то создают с помощью мороженого. Нельзя забывать об удовольствии. Вообще, еда – это наше удовольствие. Она занимает большое время в нашей жизни. Что касается мороженого, мороженое мы познаём ещё с детства, да, это вкус детства нашего. Конечно, мы его любим. У мороженого есть свои плюсы и минусы. Сейчас сложно сказать, какую обработку, да, какую проверку проходит. Вот особенно те ларьки, которые продают мороженое из… Наливное. Наливное, да. Не государственного, да, производства. За ними уследить значительно сложнее. Но всё же они изготавливаются из ненатурального молока. В основном это сухое молоко. Я касаема только частных ларьков. Что касается уже те мороженое, которые проходят санэпид-контроль, да, то мороженое не воспрещается, если нет на это противопоказаний. А на мороженое тоже есть противопоказания? Конечно. А если человек страдает сахарным диабетом, пусть это скрытая форма впервые. Ну, пациент ещё не дошёл до врача. Имеются скрытые симптомы сахарного диабета, а мороженое – это большой калораж. Понимаете, с мороженого человек получает большое количество пустых калорий, которые также могут приводить к повышению сахара в организме и отложению так называемых трансжиров. Трансжиры, они пагубно отражаются на… То есть они, в свою очередь, ведут к развитию атеросклероза, что является прямой дорогой, опять же, к таким заболеваниям, как инсульт, инфаркт, сахарный диабет. Ну тогда, скажем так, что мороженое, как доля удовольствия в нашей жизни, должно быть нецветка. Оно также там присутствует, да. Не каждый день, не три раза в день. Хорошо. Ну, Людмила Валерьевна, скажите нам, пожалуйста, вот наверняка у вас есть, ну, скажем так, топ-пятёрка самых любимых продуктов с точки зрения врача, любимых, любимых, полезных, за которые организм в конечном итоге скажет большое спасибо. Значит, вот ещё Гарвардская школа учёных, да, была создана пирамидой питания, наверное, знаете все они. Там имеется пять ярусов. Это схематическое изображение тех продуктов, которые мы можем употреблять в большом количестве и в ограниченном количестве. Так вот, на первом месте, чему мы отдаём предпочтение, находятся это крупы. Крупы – это овощи в больших количествах, если нет на это противопоказаний. Это зелень, это фрукты, которыми вы можете употреблять 2-3 раза в сутки. На втором месте это бобовые. Бобы, фасоль, горох тоже, если нет противопоказаний, можете употреблять в больших количествах. Что касаемо мяса. На долю мяса приходится... Мясо занимает, скажем так, третью нишу в этой пирамиде. Предпочтение мы отдаём мясу без сухожилия, нежирному мясу, мясо птицы, мясо рыбы, скажем, да, но красное мясо должно занимать в нашей рационе питания нишу... Саму нишу ступень, да? Да. Употребление мяса, особенно красного, разрешается в неделю не более трёх раз. И порция должна быть небольшая, ну, 90 грамм, 100 грамм. Этого достаточно для функционирования организма. То есть шашлык должен тоже быть очень таким редким удовольствием, скажем так. Я согласна. Шашлык, он не подвергается той термической обработке, которая нужна. Шашлык мы можем принести немало беторганизму. Принести, да, беторганизму. Например, и заразиться хинококом. Ну, это очень опасно, но не без этого. Ну, согласитесь, летом на юге не без этого. Вообще от еды нужно получать удовольствие. И не думать о том, что мы сейчас съедим что-то и заразимся чем-то. Правда, да. Ну что ж, большое спасибо, Людмила Валерьевна. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время для нашей программы в памяти о нашей с вами встрече, беседе. Свежий номер газеты Раббат. Будет что почитать. Очень полезно, интересно. И календарик на рабочий стол. Спасибо вам большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова